Здравствуйте, Розанна и все девочки! Розанна, а как научиться не завидовать? Посмотрела этот ролик. Абсолютно со всем согласна. Но как научиться не завидовать? Не называйте мое имя. Вот так, не озвучиваю имя. Кто? Хотя комментарий открытый, в открытом доступе. Как научиться не завидовать? В прошлом видео мы с вами говорили, что такое зависть, как с этой, пока только говорили с вами, зависть среди родных. Когда завидует сестра, сестре. Когда завидует брат, сестре, брат, брату, среди родных, когда завидует среди родных. Или бывает даже такое, что завидует мать, завидует дочери. Дочь вышла замуж, дочь молодая, платье кофты покупает, энергия другая. И так далее. И такое даже есть. Мать завидует дочери. И даже это описано в некоторых произведениях наших классиков. То есть, все ходит по кругу. Я всегда говорю, жизнь не очень простая, ходит по кругу. Зависть, как всегда была, есть и, конечно же, будет. Но еще раз, еще раз говорю, что зависть не безобидна. Зависть наносит колоссальный ущерб организму. Вот если болезни рассматривать не как с медицинской только точки зрения, а если рассматривать болезни как с духовной точки зрения, то зависть – это большой урон несет зависть. Зависть – это вот здесь перекрывается страх. Что такое зависть? Страх. Ты посадила себе страх в виде зависти. У нее лучше. Она успешней. Она богаче. Она худая. Она моложе. Она и все. То есть, в виде какого-то человека есть страх. В первую очередь, ты начинаешь этого человека ненавидеть. Ты начинаешь этого человека ненавидеть. Если это твой родственник, ты начинаешь настраивать всех, кто рядом возле тебя, настраивать против этого объекта ненависти, объекта зависти. Представляете, какая идет громадная работа. 24 часа работа идет. Ты ее не замечаешь. Ты думаешь, что это… Ты жизнь свою живешь радостно. Ты обслуживаешь свой страх в виде зависти. Кто сделал тебе этот страх? Ты сам сделал. Кто тебе его посадил? Ты сам себе его посадил. Потом этот страх превращается в одну из болезней. Ты начинаешь… Для того, чтобы отвести вот это вот состояние, твой мозг ищет, как же достучаться, чтобы ты про это не думал. Начинает посылать тебе болезнь, чтобы ты переключился. Но некоторые даже, когда и болезнь наступила, не сразу переключаются. То есть, представьте, какая цепочка событий идет к тому, что ты от себя все дальше, 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 дальше. А вся эта цепочка состоит из одной какой-то зависти. Или несколько. Или несколько. На работе коллеги какому-то, соседки какой-то, родственницы и пошло-поехало. Зависть – это как инфекция. Ты начинаешь другой образ жизни вести, когда ты завидоришь. Ты раздражен больше. Ты огрызаешься. Вот так еще проявляется это все. Ты вместо того, чтобы комплимент сказать, ты гадость какую-то говоришь. Ты становишься противным человеком. Всего-навсего. Потому что ты кому-то завидуешь. Или еще и не одному человеку завидуешь. Вот очень хороший вопрос. Спасибо. А как избавиться? Ну вот как так жить, чтобы не завидовать? Приведу вам сейчас такой пример. Тоже недавно совсем с одной разговариваю. Она мне про другую рассказывает. Там, где они были где-то в компании, она сидит. Такая неухоженная. Полная. И рассказывает, какая она счастливая. Что у нее тут хорошо, что у нее по работе, все так на работе, все в ней нуждаются, что так с мужем у нее все хорошо. Все-все-все-все рассказывает. Но не потому, что она хвалится. Для моей знакомой это звучит, как будто она хвалится. А та рассказывает. В компании сидят, что-то рассказывают. А у нас на работе вот так и так. И приводит пример, как у нее на работе. А да, мы когда в семье, то есть она та просто констатирует какой-то факт из своей жизни. Моей приятельнице кажется, что она хвастается. И говорит. Моя приятельница мне говорит. Я такие усилия потратила, чтобы похудеть. И сижу, молчу, даже не говорю, что какая я успешная. Я такую работу сделала, что я так сильно похудела. А эта, говорит, сидит вся полная, вся счастливая. И так, и так, и так. Я ей говорю. Ну, а что, говорю, тебя это раздражает? Ну, она, а как бы тебя это не раздражало? Я говорю, ты мне рассказываешь? А мне кажется, какая умница. Какая умница. На работе всем нужна. Дома всем нужна. Счастье ей хорошее. На свой вес не обращает внимания. На то, что она там не обращает внимания. Я говорю, так это, смотрите всегда на счастливых людей и радуйтесь их состоянию. Оно вам передастся. Счастливый может только осчастливить. Несчастный только несчастье тебе дать. Говорю, а ты что, ей завидуешь? Да. Она ничего не делает и сидит счастливая. А я такую работу сделала. Говорю, так а ты что, несчастливая? Ну, я еще не знаю. У меня еще это, мне надо еще вот это сделать. Мне надо постоянно теперь вес держать. Мне надо постоянно следить за своим... Говорю, перестрой здесь. Ты должна порадоваться. Она тебе, порадуясь и повосхищаясь этой женщиной, ты получишь радость и восхищение. Завидуя, раздражаясь, гневляясь на эту женщину, ты это получишь. Раздражение, гнев, зависть. Ну, вернемся к вопросу. Как же все-таки не завидовать? Вот как такое, вот как быть в таком состоянии, не завидовать? Очень все просто. Все очень и очень просто. Для того, чтобы не завидовать, первое, нужно быть занятым самим собой. Повернуться к себе, быть занятым самим собой. Разберись, сколько раз в день ты душ берешь. И вообще берешь ли ты в день один раз душ? Уже я не говорю два. Разберись, когда ты последний раз маску делала на лицо, когда ты маску делала на руки, когда ты сделала хорошие солевые маски, потом все это смыла, потом положила это кремчик, очень хороший кремчик, потом можно одеть перчаточку, такую катоновую перчаточку, чтобы попитались твои ручки кремом, потом сняла. У тебя ручки как шелк, просто как девственные ручки. Ручки. Поблагодарить, твои ручки тебя всю жизнь обслуживают. А где ты спишь? На чем ты спишь? Где твоя кровать? Когда ты там последний раз постель меняла? А что за постель? На какой постели ты спишь? Какой цвет постели? То есть займись собой. А на кухне у тебя что? А что на кухне у тебя? Блюда какие ешь? Разбирайся с тем, что ты... Когда ты начинаешь разбираться сама с собой, поворачиваться к себе, начинать делать какие-то упражнения, растяжки какие-то, немножко вытянуться туда, тянуться сюда. Когда ты организуешь свою жизнь, она у тебя организована. когда у тебя нет места вставить про кого-то, думать и к этому завидовать. У тебя не будет места. Тебе будет так жалко свою роскошную энергию, которую ты на себя тратишь. Ты собой увлечен, ты чем-то... Какие-то хобби. А вообще хобби, какие у тебя есть? А новое что-то ты смотришь, что-то новое изучать, посмотреть, почитать. Что ты что делаешь? Когда ты займешься собой, ты не сможешь никому, тебе некогда будет. Когда ты занимаешься собой, разворачиваешься к себе, ты хочешь только позитивную энергию. И ты ищешь видео позитивные. Ты ищешь в людях позитивное. Та полная, которая сидит и рассказывает, она для тебя человек не ноет, не несчастный. Она сидит и рассказывает, как у нее на работе, что она всегда нужна, у нее много заказов, она так любит своих клиентов, клиенты приходят, она их обслуживает, они ей что-то рассказывают. То есть, она счастливая. Так это счастье пора прими. Уже я не говорю, прими, что этот человек счастливый, так ты и получишь это счастье. Значит, первое, это надо заняться самим собой. Заняться самим собой. С элементарного научиться рассмотреть, то, где ты спишь, как ты спишь, в чем ты спишь, на чем ты спишь, когда ты мылся и так далее. То есть, повернуться к себе, заняться собой. Второе. Второе. Очень четко понимать, что любая зависть, это болезнь-болезнь, зависть-болезнь. И эта болезнь может вылезти тебе, чтобы тебя отвлечь, чтобы тебя сконцентрировать на чем-то, чтобы тебя отвлечь. Так для того, чтобы не допускать этого, чтобы тебе, не дай бог, какая-то болезнь привязалась, не надо тебе такую, подмогу в виде болезни. Развернись к себе сам и занимайся собой. Не может быть счастливому человеку одиноко, когда ты завидуешь, тебе одиноко, тебе дома одиноко. И ты начинаешь про кого-то думать, ты начинаешь на кого-то концентрироваться. Тебя это начинает разъедать. Ты это в себе пестуешь. Оно заходит глубже, 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 глубже. Вот таким образом переключись на себя по всем пунктам. Таким образом ты перестаешь тратить свою роскошную энергию на кого-то. И еще есть один метод, который избавит тебя. Что такое зависть? Это мысли. Ты про этого человека думаешь. Если ты про этого человека думаешь больше, чем 10 минут в день, чем 5 минут в день, я уже не говорю полдня про него думать. Если ты меньше 5-10 минут, если ты больше, чем 5-10 минут думаешь про этого человека, ты разрешил ему поселиться у себя в голове. Это уже не ты здесь, а ты себе поселила человека. И ты постоянно там с ним ведешь диалог. Кто это делает? Это ты делаешь. Так вот, та же резиночка, канцелярская, обыкновенная, противная, тоненькая резиночка канцелярская. Как только начала думать, а у нее лучше, а она не работает, а туфли опять новые купила, а у нее какая машина, а где она деньги берет, а почему, а как у нее дочка замуж, хорошо вышла, а моя уже второй раз разошлась, а у нее дочка вышла, как только этот человек, которого ты сама посадила себе в голову, разрешила, разрешила поселиться в голове, сама поселила, сама разрешила, вот эту резиночку натянула и отпустила. здесь очень неприятно. Такой раздражитель. И этот раздражитель сразу поступает в мозг. О, я про это подумала, и мне это стало неприятно. И таким образом, постепенно, потихоньку, эта резиночка делает свое дело. как только про кого-то подумала, особенно, не особенно, а про зависть, что я завидую, что сразу эту резиночку натянула, раз, кто вот это самое будет вам делать? Кто? Сам будешь делать. Сам посадил себе в голову. Сам придумал вот эту... Чуть не выразилась. Сам придумал себе вот это вот. Сам теперь избавляйся. Волшебник, волшебного, волшебной палочки нет и волшебной таблеточки нет. Избавляйся сам. Сам придумал, сам избавляйся. Это тоже очень работающий. метод. Не сразу, но раздражает так, раздражает так, что очень быстро. Как только думаешь, сразу думаешь, ой, сейчас что-то вот здесь неприятно, то есть это в мозг, это не здесь. Оно неприятно здесь, но это посылает сигнал в мозг. Это очень сильный метод. И спасибо вам большое. Вы такой роскошный написали вопрос. Как избавиться? И над этим надо работать. Вы себе не представляете, сколько места освобождается в твоей прекрасной голове. Сколько места освобождается, когда ты перестаешь о ком-то думать в виде зависти. Столько поступает много места в голове, столько сразу идей, столько сразу забот, внимания. Какое-то просветление, какой-то интерес, какой-то вкус к жизни появляется. Не отрава в виде зависти, а вкус к жизни, эликсир к жизни. Обнимаю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok